В свое время за меня как возможного народного депутата Российской Федерации проголосовало почти 2 миллиона человек. Из таких людей состоял парламент. 70 лет мы жили до этого в чудовищных условиях тоталитарного режима. И мы с трудом начали создавать вот эту новую конструкцию под названием «Демократическая Россия». И только потому, что мы не дали исполнительной власти воровать и жреть, нас в 93-м году расстреляли. Стреляли в здание, стреляли в Верховный Совет, стреляли в Дом Советов, а попали-то по сути в демократию. Только-только нарождающуюся демократию. Еще даже не демократию, а ее зачатки, когда мы только-только начали писать новую конституцию. И на обломках предыдущей страны стали строить новую. Вот у меня есть искреннее желание, чтобы в ближайшие годы мы не свалились вновь в некую кашу кровавую под названием, так сказать, там, не знаю, постновая перестройка или что-то еще, когда ни один закон, ни то, что вокруг нас, не будет действовать так, как действует сегодня, а всему будет как бы предан официальный статус, если не военного, то особого положения. Когда долой законы, долой существующую власть, долой вообще все ваши представления о том, кто и что должен делать, жестко, значит, кто не с нами, тот против нас, за неуполнение приказа к стенке и так далее, и так далее, и так далее. Вот если мы до этого не доведем ситуацию, то я абсолютно убежден, что не знаю сразу же после нынешнего режима или через один режим, но придут к власти те, кого действительно к ней приведет народ Российской Федерации, которому дадут возможность, наконец, построить некую страну, некую конструкцию с абсолютно свободными или, возможно, в том условии, единственное, возможно, в тех условиях независимые средства массовой информации, независимые суды, свободные выборы, извините, так сказать, я говорю, банальности, но без этого из той каши, в которой находимся мы сегодня, которая, к сожалению, может превратиться в кашу кровавую, нам не построить новую Россию. Вот в такой бы России я хотел, чтобы жили мои внуки.